МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Видеоочевидцев из соцсетей помогло задержать виновника ДТП. 31 октября в Шахтинске водитель Мерседеса сбил девушку и скрылся с места происшествия. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов призвал чиновников регулярно посещать театры. Сказано это было во время торжества по случаю 85-летнего юбилея театра имени Сакена Сейфулина. Художник, рисующий губами. Так во всем мире называют карагандинского художника Карипека Куюкова. В музее изобразительного искусства открылась его персональная выставка. Полицейские нашли виновника ДТП благодаря очевидцам. С помощью видео, которое неравнодушные люди распространили в соцсетях, подозреваемого в наезде на пешехода задержали всего за несколько часов. С 31 октября около 6 часов вечера женщина с собачкой переходила улицу по пешеходному переходу. На полной скорости ее сбил автомобиль Мерседес. Водитель скрылся с места происшествия. Девушка с переломом костей таза, носа и в состоянии ретроградной амнезии поступила в городскую больницу Шахтинска. К тому времени по соцсетям разлетелась видеозапись с места происшествия. Это и помогло найти водителя. Это 22-летний житель города Шахтинск. Свою вину он полностью признал. Сейчас подозреваемый помещен в следственный изолятор. По данному факту на сегодняшний день назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. При проведении раздельных мероприятий сотрудниками отдела розыска местной полицейской службы и рота дорожно-патрульной полиции задержан виновник дорожно-транспортного происшествия. Им оказался 22-летний местный житель. На сегодняшний день, так я ранее говорил, проводится расследование. Сотрудники полиции благодарят всех пользователей социальной сети, которые помогли раскрыть это преступление. Посещать регулярно театры призвал государственных служащих Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, чтобы стать чувствительными к проблемам населения. Театр имени Сакена Сифулина отметил 85-летие со дня своего основания. Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сифулина был открыт в 1932 году как театр рабочей молодежи. С первых спектаклей театр заслужил любовь зрителей и внимания со стороны театральной общественности. В 1964 году за творческие успехи труппе театра было присвоено имя писателя Сакена Сифулина. В декабре 2008 года театр получил отдельное издание. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов отметил, что театральное искусство – это большой потенциал общества. Сегодня в нашем регионе активно осуществляется программа главы государства Рухани Жангару. Театры тоже могут внести свою лепту в реализацию этого общенационального проекта, в модернизацию сознания. Если чиновники часто будут посещать театры, они будут более чувствительны к проблемам населения. Ведь театральное искусство развивает тонкие чувства, учит жизни и заставляет задуматься над теми или иными поступками, быть ближе к народу. Искусство – большой потенциал общества, главный ресурс для развития культуры национального кода. Глава региона наградил почетными грамотами артистов театра. Среди них – Асалзада Хмедкалиева, Залиха Абдыхалыкова и Батырхан Беакыжанов. На торжестве было отмечено, что коллектив театра неоднократно принимал участие в национальных и международных конкурсах и фестивалях. И неизменно завоевывал высокие награды и получал положительные отзывы критиков. На сцене театра вышло огромное количество произведений национальной и мировой театральной классики. В этом театре работали большие артисти, как Муздрега Раябдухаримов. И мой отец по сцене, мы все два покойные. Агель Муздрегов, Шанина и многие-многие другие. Сейчас будут любиться мои друзья, где заслужены на колорицу старта при Макинесе Муздрегов. И молодежь, которую мы учили в стенах в Муздреговской академии. Театр славится. Он является интересным репертуаром, хорошими талантливыми артистами. И вообще он является одним из флагманов Казахского театрального шутерства. И я с большим удовольствием, с большим другом приехал поздравить от имени всех театральных работников, театральных людей, служителей, помены. С поздравительной речью также выступил депутат Сената парламента Республики Казахстан Нурлан Дулатпеков. А после официальной части состоялось театрализованное представление и концертная программа. С музыкальными поздравлениями выступили артисты Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова Карагандинского академического театра музыкальной комедии областного русского драматического театра имени Станиславского. Мирамгульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде обсуждают проблемы неправительственных организаций. 3 ноября состоялась ежегодная областная конференция неправительственных организаций «Модернизация экономики, модернизация общественного сознания. Главный вектор в деятельности НПО». В работе конференции принял участие заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Подобные фестивали неправительственных организаций проводятся ежегодно с подачей Гражданского альянса Карагандинской области и Управления политикой областного Акимата. Это всегда конференции, конкурсы на лучшие НПО области, выставки, ярмарки и социальных проектов. Накануне проходили сессии в регионах области. По их итогам определились лучшие неправительственные организации Карагандинской области. Из 25 социальных проектов, которые отбирались для участия в выставке и ярмарке, были выбраны 19 и предложены на суд участника фестиваля НПО. В этом году фестиваль неправительственных организаций проводится под эгидой или в рамках программы «Рухани Жангару». Почему? Потому что этот проект, он вошел в реестр проектов реализации программы «Рухани Жангару» в нашей области. И поэтому все, что делают сейчас неправительственные организации, будет под мониторингом и наблюдением именно офиса программы «Рухани Жангару». На конференции состоялся диалог с властью и пути решения вопросов, которые необходимо отработать с руководителями области, городов и районов. Самое типичное из них – это финансирование, вопросы социального заказа. НПО активно ведут работу с молодежью, с ветеранами, инвалидами, с людьми и социально незащищенными. Аспект их деятельности огромен. Процесс развития неправительственного сектора в Караганинской области за последние три года показал, что тенденция общественного движения в регионе направлена на необходимость активного участия НПО в работе государственных органов с целью качественного решения проблемных вопросов отдельных групп населения. Прежде всего надо поздравить карагандинское сообщество неправительственных организаций с форумом. Потому что любое собрание, любое общение приводит к тому, что появляются новые мысли, появляются новые идеи. И карагандинское сообщество неправительственных организаций – это одно из самых активных сообществ Республики Казахстан. Мы это хорошо знаем. На конференции поднимались вопросы активности НПО. Если в Европе, которая считается самой активной в работе общественных организаций, на одно НПО приходится около 300 человек, то в Казахстане эта цифра приближается к 2000. Это говорит о том, что НПО в Казахстане стоит на начальном пути развития. И перспектив движения вперед великое множество. Без неправительственных организаций, без гражданского сектора ни одно государство мира не обходится, Казахстан в том числе. И опять же, очень мы рады, что Караганда находится на острии вот этой вот работы. И здесь очень много интересных проектов, здесь очень много интересных идей, которые не только реализуются в Карагандинской области или в Кройной Караганде, но и реализуются потом и на республиканском уровне. На конференции были выявлены и болевые точки развития НПО. Это слабая работа в сельских районах и малых городах, несистемное взаимодействие со средствами массовой информации, отсутствие конструктивного взаимодействия НПО с государственными органами, что приводит к невозможности составления реальной картины, уровня и масштабности, проводимых в районах и городах Карагандинской области, различных социальных проектов. На поддержку некоммерческого сектора в 2017 году объем финансирования по сравнению с 2015 годом увеличился в три раза. На сегодняшний день объем государственного социального заказа по области составляет 1 миллиард 400 миллионов бенге. В настоящее время в области применяется отраслевой принцип реализации государственного социального заказа. Как отмечалось на конференции, Караганда всегда имела активную позицию при взаимодействии с государственной властью. Это отразилось и на работе НПО. Общественные организации Карагандинской области входят в тройку сильнейших команд Казахстана. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Переход казахского алфавита на латинскую графику позволит полноценно развиваться казахской культуре. Такое мнение в ходе круглого стола высказали работники библиотек и отделов культуры. В шахтерской столице продолжается активное обсуждение языковой реформы. Учитывая глобальную роль латиницы, которую использует 4 миллиарда человек во всем мире, введение новой графики повысит адаптированность казахстанской системы образования к мировым стандартам. Это неизбежно приведет к развитию отечественного интернета и IT-технологий. Кроме того, позволит казахстанской культуре интегрироваться в мировую культуру. Об этом шла речь за круглым столом, который во Дворце культуры нового Майкудука провели специалисты отдела культуры и развития языков и специалисты централизованной библиотечной системы Караганды. Сегодня в современном мире большинство стран используют в своей жизни латинский алфавит. Казахстан, как государство, стремящееся в глубокую интеграцию мирового сообщества, желающий получать новейшую информацию, новой технологии из первых рук. Технологии в области производства, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и медицины. Поэтому он быстрее достигнет своих поставленных целей при переходе на латиницу. Свою поддержку переходу на латиницу высказал и депутат Можелеса парламента Павел Казанцев, который сегодня находится в Караганде. Он заявил, что сегодня Казахстан готов к такому переходу, как морально, так и с материальной стороны. Латиница – это, еще раз говорю, объективная данность. Это очень верное, правильное решение. Сейчас социально-экономические условия, в принципе, позволяют вот этот шаг поэтапно сделать, внедрить. Тут, наверное, будут какие-то определенные сложности. Сейчас людей это волнует. Да, сейчас люди активно обсуждают шрифт такой, шрифт сикой. Но по большому счету из двух принципиальных вариантов, которые могут существовать в латинском шрифте, был сейчас выбран один, в котором нет деграфов, есть апострофы, так сказать. Это позволяет упростить и работу с клавиатурой, это позволяет достаточно просто к этому отнестись людям, которые более старшего подхода, поколения, которым попроще будет не деграфами работать, а с апострофами. И сейчас ученые дорабатывают уже правила применения этого языка и постепенно будет внедряться в практическую плоскость. Во время обсуждения особо было отмечено, что переход на латиницу это не одномоментное действие. Все будет проходить поэтапно, строго, согласно графику, который уже разрабатывается в правительстве. Окончательный срок – 2025 год. Андрей Дензо, Сулану Кулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. 75 карагандинских школьников отправились в Астану на экскурсию из серии туров «Путь лидера». Это отличники, активисты, победители различных олимпиад и соревнований. Экскурсия включает в себя посещение мест, неразрывно связанных с деятельностью главы государства. С самого раннего утра, еще до рассвета, группа карагандинских школьников собралась на железнодорожном вокзале. Через несколько минут подростки отправятся в Астану на экскурсию по местам, неразрывно связанным с деятельностью главы государства. Этот тур так и называется «Путь лидера». Среди участников экскурсии ученица 10-го класса школы Мурагер Надежда Малафеева. Это некое поощрение для нас. Мы сможем это увидеть. Это дает нам многие шансы, чтобы в будущем мы могли уже выбрать профессию, были ознакомлены с этими важными источниками информации. И по приезду мы будем писать эссе. И, конечно, я желаю всем нам победить, написать хорошо. В Астане школьникам покажут музей, фонд и библиотеку первого президента, Дворец мира и Согласия, монумент Астана-Байтирек и Назарбаев университет. У подростков будет возможность посмотреть, как все начиналось, как именно было принято решение о переносе столицы и о многом другом. Организаторы Тура, а это фонд первого президента и национальная компания «Казактуризм» отмечают, что подобные туры послужат возрождению детско-юношеского туризма, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения страны. Цель этого мероприятия – воспитать в детях патриотизм. Этот тур познакомит их с трудовой деятельностью президента. За эти два дня пройдут различные мероприятия. Мы выбрали лучших школьников. По приезду каждый напишет эссе. Лучшего автора мы наградим. Экскурсионные туры проходят с 30 октября по 4 ноября. Школьники из Акмолинской, Карагандинской и Павладарской областей посещают столицу. А дети из Жамбылской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей поедут в Алматы. В общей сложности участниками тура стали 480 школьников из шести регионов Казахстана в возрасте от 13 до 17 лет. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский художник Карипек Куюков вот уже многие годы является активистом антиядерного движения в мире. Начинал в рядах движения Невада-Семипалатинск. Несколько лет назад Казахстан инициировал международный проект «Атом» и он стал почетным послом этого проекта. Работы Карипека известны во всем мире. Его называют художник, рисующий губами. Персональная выставка Карипека Куюкова открылась в Карагандинском музее изобразительного искусства. На цветном ковре, расстеленном в степи, стоит бейсик, в котором лежит голенький малыш. Осенняя степь, чье пространство замыкается горами, перед вечернее небо, тишина, все вызывает ощущение спокойной жизни до тех пор, пока не приглядишься к ребенку. У него нет рук. Эту акварель Карипек Куюков назвал автопортрет. В этой картине запечатлена его судьба, как и судьба многих семипалатинцев, переживших времена Холодной войны и ядерного полигона. Оглядываясь назад, на 25 лет назад, я помню в этом зале, когда у меня была самая первая выставка, и тогда я была молодой, неопытной, вот. И вот сейчас, оглядываясь назад, на 25 лет назад, я хочу сказать, что я сегодня горд тем, что наконец-то в Караганге состоялось сегодня открытие моей персональной выставки. И здесь очень много моих работ, правда, не все, но вот, сколько у меня есть сейчас, возможности показать свои работы. Свой оптимизм Карибек буквально зубами вырывал у жизни каждый день. Инвалид с детства, он не отказался от активной жизни и своим примером вдохновил многих людей, отчаявшихся от жизни без радости. Он активный последователь мирового общественного движения «Невада-Семипалатинск». Это он и такие люди, как Лужа Сулейменов, впервые в истории смогли остановить ядерные испытания и спасти землю от уничтожения. На нашем Семипалатинском полигоне было взорвано 468 ядерных бомб по мощности это 2,5 тысячи я подчеркиваю 2,5 тысячи хиросимских бомб. Картины Карибека Куюкова знают в США, Японии, Китае, Вене, Берлине. Его творчество неоднозначно. Он и пейзажист, и портретист, и полемист в своих работах. Главное, он неравнодушен к миру, который его окружает. Он стал летописцем истории нашей страны. Яркое художественное произведение играет немаловажную роль, как и самый глубокий научный трактат. Поэтому и молодые, и пожилые с интересом смотрят картины Куюкова и пытаются найти глубинный смысл в его полотнах. Его картины воспринимаются сердцем и запоминаются надолго, если не навсегда. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Савболстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова